Чукотка стала участником художественно-просветительской программы «Новое передвижничество», комплексно реализующей идею художественного просветительства на территории России. Анадырь посетили два виртуоза музыкального искусства Дмитрий Людков и Михаил Бурлаков, которые поделились своим опытом с учениками и преподавателями Анадырской детской школы искусств и дали концерт в окружной столице. Впервые в Анадырье творческая мастерская «Новое передвижничество». В столицу Чукотка посетили два виртуоза музыкального искусства – доцент кафедры фортепиано Московской государственной консерватории имени Чайковского, лауреат международных конкурсов Дмитрий Людков и доцент кафедры баяна и аккордеона Российской академии музыки имени Гнесиных Михаил Бурлаков. Музыканты встретились с учениками и преподавателями Анадырской детской школы искусств, провели мастер-класс и методический семинар, в ходе которых одаренных ребят учили не просто мастерски исполнять музыкальные произведения, а еще и донести до зрителей настроение, которое вложил композитор. «Мы понимаем, что Анадыр и Чукотка находятся очень далеко от всех центров культуры нашей страны, и такие встречи очень важны и для педагогов прежде всего, и как импульс к творчеству и мотивация наших юных учеников и музыкантов». «У меня три ученика, которыми дают задания каждый день, и они их постараются выполнить на следующий. Уровень вполне приличный, я вижу здесь детей, которые одарены музыкально. Технические проблемы, они всегда присутствуют, это необходимое качество и суть работы ученика – преодолевать сложности. Вот этим мы и занимаемся». Мероприятия творческой мастерской вызвали живой интерес как у детей, так и у преподавателей. «Это же обмен педагогическим опытом очень высокого класса. Преподаватели, исполнители, они делятся своим педагогическим мастерством с преподавателями по всей России. Для нас это, конечно, очень важно». «Мастер-класс представили шесть учащихся фортепианного отделения. Были отмечены как плюсы, так и минусы игры наших ребят. Волнение сценическое присутствовало, но все очень стойко выдержали и остались довольны». «На нашем отделении мы представляли троих учащихся. Михаил Сергеевич Пурлаков проводил мастер-классы в два дня. Конечно, Михаил Сергеевич провел очень большую творческую работу с ребятами. Он детально разобрал каждое произведение, поработали над мехами, ведением, динамикой, фразировкой». Проект «Новое передвижничество» – это партнерство с региональными министерствами и департаментами культуры, учебными заведениями, филармониями и театрами. Результат более чем 30-летней его деятельности – это более тысячи различных акций в более чем 100 российских городах. «Только с этим фондом уже объехало на данный момент практически все, что касается наших крупных городов, включая Петропавловск, Камчатский и вот сегодня в Анадыре, самом восточном городе нашей страны. Так далеко я еще не заезжал. И другие крупные города – Нижний Новгород, Самара, Астрахань, Иркутск, Кемерово. Вот, в общем-то, представлены все регионы». После двух дней интенсивной работы музыкантов с детьми и педагогами детской школы искусств в главном концертном зале окружного дома народного творчества состоялся сольный концерт доцента кафедры фортепиано Московской консерватории имени Чайковского Дмитрия Людкова. На Дальнем Востоке он не впервые, сам родом из Хабаровска. На его концертах звучит музыка разных эпох и стилей. Музыкант сотрудничает с камерными и симфоническими оркестрами России в репертуаре пианиста 20 концертов. Много гастролирует и за рубежом. Ну а на концерте «Ван Адрим» звучали произведения Моцарта, Клементия, Шопена, Скрябина и Рахманинова. Концерт Дмитрия Людкова продлился полтора часа. Там был насыщен историей великих музыкантов и их произведений и после каждого исполнения вызывал бурные эмоции зрителей. Проект «Новое передвижничество» аккумулирует в себе лучшие силы искусства, наиболее авторитетные российские коллективы, артистов с мировым именем, а также победителей международных конкурсов. Главная цель – повышение профессионального уровня специалистов в сфере культуры, а также укрепление общего культурного и образовательного пространства России. Антон Кучин, Александр Кузьминов, Виталий Михайленко. Вести Чикутка.